Акито-Ино – одна из древнейших пород собак на Земле. Археологи находили её останки, которые датируются II веком до н.э. Регионом происхождения породы считают префектуру Акито на острове Хансю в Японии. Долгое время этих собак использовали для охраны жилищ и охоты на крупных зверей, кабанов, оленей и даже медведей. Акито прекрасно себя показывали. За свои заслуги они оказались при императорском дворе и считались элитной породой. Поклонение этим рыжим красавцам дошло до того, что в знатных семьях у каждой такой собаки был личный слуга. Порода сильно пострадала во время Второй мировой войны. Акито выжили только благодаря селекционерам, которые их прятали и разводили в отдалённых поселениях. Да подвинься ты! Во время войны пустили на металл даже памятник легендарному псу Хатико. Эта собака каждый день встречала своего хозяина, профессора Хидасабура Уэна, с работы на вокзале в Токио. Владелец Хатико умер, но пёс всё равно приходил на место встречи в течение ещё девяти лет, вплоть до своей смерти. К счастью, памятник восстановили в августе 1948 года. Сегодня статуя Хатико у станции Сибуэ – это место встречи влюблённых. А сам образ пса стал примером беззаветной любви и верности. История Акито говорит об универсальности этих собак. Они могут быть как сторожевыми псами, так и товарищами для охоты или просто верными друзьями. Акито очень умны. Они хорошо понимают, чего от них хотят. Но это не гарантирует выполнение команд, ведь у них независимое мышление. Так что хозяину стоит позаботиться о разработке правильной мотивации и сразу обозначить свой авторитет. А ещё есть. Как и многие большие собаки, Акито очень энергичны, любят играть и гулять. Они нуждаются в ежедневной физической нагрузке. От других пород их отличает то, что они могут подолгу лежать, созерцая окружающий мир и не мешая делам хозяина. Воспитанная Акито будет скромно дожидаться тебя со школы и тихонько сидеть у кровати, пока не проснёшься. Уже обед, а он всё дрыхнет. У них нет агрессии к людям. А вот с другими собаками они могут не подружиться. Эта порода склонна к доминированию и проявлению превосходства в обществе сородичей. Так что в городе или на площадках Акито должна быть всегда под контролем владельца. Чтобы избежать инцидентов, начинать социализировать такую собаку нужно ещё щенком. Считается, что находясь в спокойной обстановке, Акито почти не лают, только фыркают. Так что если правильно воспитать питомца, получишь универсального друга, который не только не побеспокоит тебя без причины, но и поддержит в любом движи.